Привет, друзья! Я Андрей Анистрат, автор и ведущий канала «Бегущий банкир». И это ваша любимая рубрика по новостям. Вы помните, вы подписывайтесь, а я начинаю! Во вторник, 5 мая, Министерство финансов провело очередной аукцион по продаже ОВГЗ. В ОВГЗ торговались в ОВГЗ 91 день, срок 91 день погашения с доходностью 11,3% годовых. 90% купил «Приват», все продалось Госбанк. Напомню, что у «Привата» сверхликвидность, миллиарды бесплатной гривны, которые находятся у вас на картах «Приват-24». «Приват-банк» по сути никого не кредитовал последних 5 лет, поэтому у него сверхликвидность. Поэтому он, не сильно жилая, но при этом все равно купил вот этих 10 миллиардов ОВГЗ. Кроме того, как говорят эксперты, 90-дневные бумаги никого больше не интересуют, кроме украинских банков. Да, кстати, а кому-то из вас давали кредиты в «Приват-банке» за последних 5 лет? Ну, кроме, конечно, лимитов на карту. Нацбанк, дабы не рождать слухов по тому, кому он предоставил рефинансирование в прошлую среду, все-таки опубликовал этот список. Из 7 миллиардов, 6 миллиардов досталось государственному «Укрексимбанку». Еще 180 миллионов – «Аккордбанк», «Миста-банк» – 122,6, «Индустриалбанк» – 70, «МИП-50», «Украинский капитал» – 25. Глядя на этот список, у меня создается впечатление, что рефинанс, который дали вот этим всем, кроме «Укрексима», это реально те банки, которые испытывают финансовые сложности. И думаю, что им Нацбанк все-таки нашел способ дать финансовую помощь. Что они дали в залог, не знаю, вряд ли ОВГЗ может быть депсертификаты, может ОВГЗ, а может какую-то недвижку. Но в целом могу сказать, что вы видите реальные пропорции. Меньше миллиарда дали коммерческим банкам и шестерку дали «Укрексиму». Я говорил о том, что «Укрексим» всегда кредитовал тех, кто у власти. Сначала это был Янукович, потом это был Порошенко, потом был Яценюк, потом опять Порошенко. Сейчас, правда, никого не кредитуют, но думаю, что вот те кредиты, которые он раздал до этого, сейчас плохо возвращаются. Даже несмотря на то, что это низкая процентная ставка. Итак, немного слов о валютном рынке. Вчера, в среду, 6 мая объем валютного рынка достиг небывалых для последних двух недель размеров, а именно 250 миллионов долларов. На самом деле желающих покупать не было. Нацбанк, потихоньку отступая, но тем не менее продолжает откупать позицию с рынка. Первую двадцатку он купил по 26.90, потом тридцатку по 26.88, а потом бедовал на 50 по 26.86, но 50 ему не запихнули, а купил он всего 5. Соответственно, получилось у него 55 миллионов и, собственно, и все. На рынке продавал кернел, покупателей нет, население валюту не покупает, потому что денег нет, спекулятивной составляющей нет, истерики нет, импорта нет, потому что границы закрыты и карантин. Поэтому в ближайших несколько дней у нас перспектива топтаться на уровне чуть-чуть ниже 27. Что это значит? Это значит, что улица все-таки опустится ниже 27. Это значит, что завтра, скорее всего, будет потомная ситуация, вопрос, будет ли кто-то большой выходить и продавать, либо не будет. Если не будет выходить, то, соответственно, мы дальше будем демпфировать с шагом, со спредом буквально 1-2 копейки. Однозначно, Нацбанк не хочет опускаться, но деваться ему некуда, и он вынужден просто откупать. Он не хочет даже откупать подорогу, но тем не менее, ему надо это делать и таким образом формировать золотовалютные запасы. Поэтому это хорошо. Еще одна история из мира интересного, это то, что Укрпочта в очередной раз зашла на Верховную Раду с проектами закона о том, чтобы Укрпочта превратилась и получила банковскую лицензию. На самом деле, два законопроекта, один основной, второй альтернативный. Это та тема, с которой новый руководитель Укрпочты Смелянский выходил с самого начала на позицию руководителя Укрпочты. Расскажу в двух словах, зачем это делается, чтобы вы понимали. Что происходит на рынке розницы в селах? Для Ощада сельские отделения, для любого большого банка сельские отделения являются убыточным. Их отапливать надо, ремонтировать надо, освещать надо, людям платить надо, а нагрузки там никакой нет. Поэтому из 9 тысяч отделений, которые существуют сегодня у Ощада, остается у них 7 тысяч. Я знаю, что есть план по закрытию около 2 тысяч отделей. Долгое время Укрпочту хотели загнать под Ощад, но они, конечно, сопротивляются, потому что Укрпочта это очень большая организация. Во-первых, там работает порядка 90 тысяч людей. Она на себе несет очень большую социальную нагрузку, потому что сегодня Укрпочта и почтальоны Укрпочты доносят пенсию пенсионерам сельской местности, которые не умеют пользоваться картой, в которых нет инфраструктуры для использования карты, которым предлагать карту Монобанка или Привата просто бессмысленно, потому что они не могут ею пользоваться. Руководство Укрпочты пытается совместить логистическую функцию Укрпочты с финансовой для того, чтобы сразу оплачивать коммунал, сразу выполнять ряд финансовых функций. И при этом они еще одну хотят взять функцию, это то, чтобы доставлять лекарства пенсионерам. Поэтому это будет некая смесь почты, финансовой организации и аптеки с доставкой, с логистикой. Имеет ли это право на жизнь? Безусловно, имеет. Не стоит задача уничтожить Укрпочту, стоит задача ее ребрендировать и дать ей... Она всю жизнь была датируемой организацией. Она должна быть доходной. Для того, чтобы она была доходной, руководители Укрпочты пытаются придумать что-то, чтобы сделать ее доходной. Кто против? Против, как всегда, Рожкова. И те, кто не любят Нацбанк и Катю Рожкову, те всегда поддерживают любые инициативы, которые противоречат интересам Рожковой. И голосование в парламенте, и все парламентские комитеты работают именно в таком формате. Думаю, что 12.05 парламентарии все-таки проголосуют в первом чтении за этот закон. И думаю, что этому быть. Если не быть, даже не знаю, что будет. Она будет дальше умирать тихо, ее будут дальше датировать. Она будет зависеть от Министерства социальной политики, которая будет сидеть и решать, сколько дать дотации Укрпочте, для того, чтобы она продолжила жить еще на год. Это будет такой чемодан без ручки. Основная новость это то, что кризис в энергетике углубляется. Существует несколько фронтов развития ситуации. После того, как я озвучил идею про майнинг, на самом деле это трансформировалось в распоряжение исполняющего обязанности министра энергетики, руководителю НАЭК, разработать, проработать тему с майнингом. У меня волосы дымом стали. Мне прислали этот документ за подписью. Я прозрел. Хотя экспертное мнение на рынке такое, что это все только для хайпа. Умеется в виду в министерстве. И это все нереально. И будет это нереально. Но существует одна интересная новость, которая говорит о том, что в Энергодаре строится майнинг-центр на 1000 мегаватт. И я так думаю себе, кому же интересно дадут возможность майнить по 60 копеек, а может быть по 70, вот именно в самом Энергодаре. Дайте я угадаю. Мне кажется, это будет... Я думаю, что вы напишите в комментариях. Эта история, конечно, просто вопиющее нарушение прав человека. Потому что Конституция Украины говорит о том, что все граждане Украины имеют равные права. А для того, чтобы они имели равные права, надо предоставить равные возможности абсолютно всем гражданам. Например, выкупать какой-то объем электроэнергии по плану, по контракту с транспортирующей компанией. С Укрэнерго. Это значит, что если я хочу гарантированно потребить какое-то количество электроэнергии, я должен прийти к компанию, которая поставляет в РЭС и сказать, я хочу купить, продайте мне. И на аукционе это купить. И сделать это электронно через Прозоро. Второй вариант. Я думаю, что доступ к майнинг-центру или к дата-центру надо предоставить всем желающим, а не только одному инвестору. Потому что у нас получается, как строить электростанции, сначала все, а потом не один. А потом Верховная Рада голосует за закон, разрешающий ДТК провести какое-то количество солнечных панелей без возного НДС. Поэтому мне эта история не сильно нравится. Думаю, что правильным будет действительно разрешить всем желающим при выполнении определенных условий, а это установки счетчика умного, который позволяет шифровать, когда, в какое время, сколько вы используете, предоставить такой льготный тариф всем желающим, которые на свое собственное усмотрение решать, куда они и как потратят эту электроэнергию. И желательно по льготному тарифу брать ее по предоплате. Тем не менее, НКРЕ, это Национальная комиссия испытаний регулирования энергетического рынка, что-то там такое, да? Так вот, они собрались и предложили два варианта, две стратегии выхода из кризиса. Первое, хард вариант, 9 шагов. Основное, приостановить ввод в эксплуатацию станций, которых подключают к зеленому тарифу. А это, напомню вам, солнце, ветер, лускас, семечки, билеты. Это все останавливается, никому новых лицензий не выдают. Дальше, зеленый тариф снижается до 8-9 центов. Сейчас он, повторюсь, напомню, 16, а в прошлом году был 18. Да, еще Гидра туда попадает. Еще там много всяких действий, но основной вопрос, хит сезона. В НКРЕ решили, что смогут сэкономить огромное количество денег, упразднив льготу для населения, которое потребляет меньше 100 кВт в месяц, цену в 90 копеек. То есть, это бабушки, которые в селах, которые экономят и прикручивают свет для того, чтобы не выйти за лимит 100, и они платят сейчас по 90, а им предлагают платить по рубль 70, то есть, больше, чем почти в два раза. Это, конечно, бред сивой кобылы, и это вызовет революцию, я уверен. Но существует второй, более мягкий способ выхода из ситуации, который состоит в том, чтобы установить новый зеленый тариф на уровне, там, минус 30% к существующему, и упразднить все льготы на уплату электроэнергии с июля 2020 года, а не с 2021 года. Таким образом, государство планирует мобилизировать порядка 11 миллиардов гривен, 7 из которых направить на формирование какого-то транспортного резерва. Думаю, что эти башковитые чуваки много и недосчитывают. Я думаю, что это все вызовет огромную бурю критики, и я думаю, что это может быть началом конца нашего славного премьера, который не так давно заступил на свою позицию, а именно Шмыгаля. Я думаю, что это вот такая маленькая бомба замедленного действия, которая подкрадывается. Надо думать о том, как увеличивать потребление электроэнергии. Вот о чем я думаю. И я настаиваю на этом. Я думаю, что надо децентрализовать рынок потребления. Я думаю, что надо ввести аукционы на покупку электроэнергии, даже чтобы в них участвовали частные лица. Думаю, что умников, которые могут сделать это через приложение в вашем девайсе, достаточно много. Тем более, что надо посчитать счетчики грамотные, которые установлены сегодня, которые отправляют сразу импульсы в РЭС, которые знают, что сейчас и как происходит в сети. Это начало конца Шмыгаля, ребята. И, кстати, целых 4 комиссии Верховного Совета не приняли программу правительства на следующий год. А именно эта программа правительства, если ее принимает Верховная Рада, дает возможность иметь иммунитет правительству на целый год. Думаю, что там есть сговор. Думаю, что они ее так и не примут. Да, кстати, эксперты говорят о том, что Шмыгаль протянет максимум до 1 сентября. Не знаю, коронавирус виноват, энергетический кризис, а может все вместе. Кстати, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Потому что быть или не быть, вот в чем вопрос, как говорил великий Шекспир. Для тех, кто не смотрел прошлый выпуск, я напоминаю, что у нас есть офигенный подкаст, ссылочка вот, с бывшим министром финансов, который проработал на позиции министра финансов всего 26 дней. Это Игорь Иванович Уманский, где он поделился всеми секретами того, что происходит сегодня в Кабмине, в Министерстве финансов и с теми проблемами, которые переживает Минфин, правительство, страна в целом с нехваткой денег и с входом в активную стадию кризиса, связанную с коронавирусом. Частичный выход из карантина планируется с 12 мая. И тем не менее, основной карантин продлен до 22. Как, думаю, будет развиваться ситуация? Украина будет повторять решения, которые сейчас принимаются в Евросоюзе. Наиболее радикально выходит из системы карантина Германия. За Германией, за как опинион лидером, группируются другие страны вокруг этого. Думаю, что мы будем действовать с задержкой где-то в неделю-полторы. И думаю, что следующий вариант развязки будет после 22. Но самое смешное то, что с 12-го хотели открыть музей под открытым небом. В музее сказали, а нахрена вы нас открываете? Кто к нам будет ходить? К нам нельзя добраться, к нам никто не приезжает, и выходить нам на работу нет никакого смысла. Поэтому, если у вас есть свободное время, прогуглите музей под открытым небом и обязательно его посетите. Не в 12-го, а с 11-го. 11-го сидите дома, а в 12-го с утра, прямо с утра в музей. В музей под открытым небом. В Пирогово, например. Шутка. Итак, друзья, позитивчик. Совет Европы принял решение о выделении дружественным странам-соседям 3 миллиарда евро, на которые Украине выделил аж 1,2 миллиарда евро. Теперь осталось только малое. Проголосовать Европарламенту за это решение. Обычно на это уходит месяц. Но говорят, что сейчас эти сроки значительно сократились. И думаю, что ждать всего 2 недели. Это неплохая новость на фоне того, что перспектива получения МВФовских 8 миллиардов не за горами. Напомню, что президент Владимир Зеленский 28-го, 04-го, таки подписал проголосованный во втором чтении закон про землю. Критиковали, но в целом он прошел. Поэтому, вот кстати ссылочка на нашу дискуссию по этому поводу, тоже возможно вы не смотрели. По поводу МВФ. Я вам говорил, что МВФ даст денег в случае, если Украина примет 2 закона. Первый закон про землю, запустив рынок земли. Второй закон антибанковский. Его еще называют антиколомойский. Две преграды. По закону антибанковскому основная позиция по которому это то, что решения Нацбанка выводились из-под юрисдикции административных судов. Что это значит? Что если Нацбанк принимает решение, то оно не может быть оспорено в административных судах, так как все остальные решения, которые принимаются государственными органами. Зачем это МВФ делал? Для того, чтобы нельзя было откручивать законы Нацбанка о выведении банков с рынка и соответственно возвращать банки назад, либо платить компенсации. Все 16 тысяч поправок, которые дали после первого чтения дубинские компании, конфигурировались в 20 поправок, которые уже приняты на профильных комитетах. И теперь на конец 12.05 этот закон будет выноситься на второе голосование во втором чтении. И я думаю, что у него есть все шансы пройти и быть подписанным уже примерно 15 мая этого года президентом. Таким образом мы выходим на финишную прямую выполнение всех условий, которые поставил МВФ для того, чтобы предоставить нам помощь, в том числе по финансированию дефицита бюджета, в том числе по выходу из кризиса, связанным с коронавирусом. Но мы же знаем, кто нашими судами заправляет, кто в судах у нас силен. Пару слов по генерации и транспортировке электроэнергии. Вы знаете, что электроэнергия добывается разными способами. Самый дешевый способ добиться электроэнергии это атомная электростанция. Существует цена о том, что себестоимость атомной электростанции 60 копеек. Но там не учтена цена утилизации отработанного ядерного топлива. Вы помните, что оно все хоронится на могильнике в Чернобыльской АЭС, там неподалеку от нее. И цена в этом не учтена. Но существует еще много разных способов получить электродическую энергию. Существуют тепловые станции, которые работают на угле. Существуют тепловые станции, которые работают на мазуте. Которые, знаете, дымят там. Огромный дым, большие трубы. Вот это тепловая станция. Существуют гидроэлектростанции, которые построили в Советском Союзе. Каскад гидроэлектростанций, в том числе Киевская, Каховская, Кременчугская, Черкасская, Днепровская, Запорожская. Это все гидроэлектростанции. Это зеленая энергетика. Она построена давно. Она очень давно амортизировалась. И себестоимость этой электроэнергии практически бесплатна. Существуют новые способы добычи электроэнергии. Это солнечные панели. И существует еще ветроэлектростанция. Ветро у нас не сильно развито, потому что она только там на юге. Но в основном огромное распространение получила солнечная энергия. Так вот, сейчас дополнительно введено с начала года 1500 мегаватт электроэнергии. Это самая дорогая электроэнергия зеленая. Для того, чтобы получить технические условия на подключение к зеленому тарифу, нужно там провести определенные телодвижения. Очень много. Там документы, требования, очень много. В том числе, каждый из вас может быть производителем зеленой энергии. Для этого надо на крыше дома поставить панели и подключиться к сети. Разрешение на подключение зеленой энергии дает РЭС. РЭС контролируется ДТЭКом. ДТЭК это Ренат Леонидович Ахметов. Кроме того, существует себестоимость. Вот себестоимость электроэнергии, это еще транспортировка. Вы когда едете, видите там высоковольтные линии, большие, маленькие, 110 кВт, 10 кВт и так далее. Это тоже стоит денег. То есть для того, чтобы вы получили в розетке 220, существует еще система трансформаторных подстанций, которые понижают напряжение, которое выдает станция до того, которое вы получаете в розетке. Общий энергорынок собирает всю себестоимость в кучу и выводит себестоимость электрической энергии. В этой себестоимости самая дешевая и самая емкая это атомная, а самая дорогая это зеленая. Так вот, если зеленая уже достигла 9% в структуре всей вырабатываемой электрической энергии, то в структуре себестоимости это 25-26% примерно. И она продолжает дальше расти. Потому что это выгодно. Потому что много лет назад под руководством Клюевых, еще в те старые времена застоя, которые были в 10-х годах, приняли программу закон, в которой гарантируют энергорынкам откуп по зеленому тарифу. Зеленый тариф на сейчас существует 16 евроцентов. Для тех станций, которые были введены до 1 января 2020 года, было 18 евроцентов. И там существует такое постепенное снижение этого тарифа до 2030 года. Еще раз, себестоимость производства атомной 60 копеек, тепловой примерно рубль 60 и зеленой больше 4,50. Понимаете разницу? Весь мир двигается прийти к возобновляемой электрической энергии. У разных стран по-разному, но у нас в целом очень привлекательные условия для этих инвестиций. Окупаемость зеленой станции примерно 4,5 года. Если вы ставите у себя на крыше. Примерно. Может быть 5. Максимум. Обычно с ребятами мы спорим, кто досмотрел до конца. Я всегда говорю, что до конца никто нас не смотрит. Поэтому здесь можно молоть всякую чушь. Поэтому я вот хочу, кто смотрит до конца, поставьте в комментариях, пожалуйста. Я досмотрел. Ну и проверьте, подписались ли вы. Если вдруг вы не подписаны, кнопочка, колокольчик. И поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!